Путёвые или не путёвые? Путёвые или не путёвые? Да, видишь, как боится, беспокоится. А как по сравнению с теми девчонками? Ну, а потом? Ну, а мне поинтересно. Она может, я из вас пройдённо. Да? У технику вообще, да? Мне кажется, она чуть... Здесь, здесь, Андрюша, беспокоится. Наша уже вообще, да, непонятно. Пусть не беспокоится. Сголоса бы не беспокоится. Благодарю Андрюшеньку, братцу моего, дорогого. Похрестей. И уже девять? Девять. Соседи, вы нашла? Моя стила, да, это я чё-то не смогла платить. Заходим, заходим. Всё, надо мне послужить, пожалуйста. Спасибо, его причиняй, что... Вы насочились. Потом, что сама... И меня, простите. Вы всех попросили? Нет, не поеду. А я поеду то, что есть. Ну вот, берём хоть, наполнил смерть камеру. Ну вот, берём хоть, наполнил смерть камеру. Виктор Андреевич. Берёвки. Почему? Виктор Андреевич. Спасибо. Царю небесный, утешителю души. Отец наш небесный, болею тебя и небесный. Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, пребудь с нами. Освяти наше собрание, Господи. Избавь нас, Господи, от всех несчастья и бед, от всякого рода зла. Сохрани нас в любви к Тебе, Господи, друг к другу. В любви и согласии в мире. Тебе слава посылаем, Отцу и Суну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Аминь. Вася здесь. Где? Ну только что был здесь. В коридоре сидим. В коридоре он. На службе он был. Прощения не просил. Просил. Просил? Хорошо просил. А так бы было здорово. Просло, не просил. Ну что, а болящих, пока батюшка там не болит? Болящих. Татьяна Владимировична, как ты пословишь, все у нее хорошо? Более. А мне не беспокойтесь, у меня все хорошо. Кто пойдет в Татьяне? Ну ладно, конечно. А кто оно? Володя, батюшка, кто будет по этому поводу? Еще лечится. Язва слабо регенерировала, пока у него еще не дожила. Нина Александровна, та благовестница, всю уже больницу обошла. Всех уже там просветила. С Володей, да, там они вместе просвещают больницу. Всех, кто приезжает. Одни уезжают, они новую партию опять проходят, опять просвещают. Все, не надо, опять надо Евангелие завозить. У нее в палате была, она сама подобное расскажет, она это умеет делать. Да, 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 конечно, конечно. Во всех деталях и во всех красках. Красках. Да, у нее была вместе с ней в палате православная цыганка. Невероятно. Да, вот невероятно. Но они вместе с ней валились, вместе с ней благовествовали. Как это ни странно. И ее родственники знают, кто с сыном, еще кто-то там, такие представительные, элегантные мужчины. Я успел их заметить, когда они приехали за ней уже забирать после выписки. Вот. Они попросили ее провести с ними еще беседу. Так что вот такая вот у нас работа идет в нашей позиции. Дальше, когда вам слово? Ну, я все вам наговорил. Через первая неделя, вторая неделя поста будет и приеду я в конце второй недели. Поэтому готовьтесь к исповедению. Вот, спаситесь на неделю. Следующее воскресенье буду там дома, а потом сюда приеду. Нам там будут объявляться. Ко мне какие вопросы есть? Здоровья вам, батюшка. Ну, ладно, спаси, Христос. Не брати. Ну, все, ну, говори. Какие-нибудь птицы прилетели, потеряй? Галки прилетели. Ну, вот, видите, уже хорошо. Они никуда не улетают. Они где-то там в баруге-то спасаются. А здесь они... Ну, как вода-то появилась первая. Я не спрошу. Нет еще. Так. Татьяна Александровна лежит в больнице. Ей удалил палец. Кто? Ценгаева. Ценгаева. Я неправильно сказала. Ну, простите мне, ты сторони. Ну, ну, ну. Ну, она тоже просит себе прощения. А что никто не сказали, почему? Какой палец-то? На ноге? На ноге, да. А что случилось? А там еще. Ну, опять, если я не знаю, что ничего случилось. Она звонила мне. А, спешу. Она же не звонила. Отняли бы. Ну, уши. Ну, уши. Так, а кто не встречается, чтобы я сегодня вспомнил яговитую любовь? Никто с ней не встречается? Не видит, как она пожелает? Летом мы ее вижу. А? Летом только вижу. Летом только вижу. Да? Да. Ну, ладно. Я не могу вам. Хорошо. Так, а Галина Ивановна Силина, где она сейчас? Кто знает? Ну, старобрядцев она. У старобрядцев? Точно, да? Да, однозначно. Я ее ходил с Казани Кузьмичной и встретил ее. Она после службы была как раз. Ну, ладно. Завтра не было старобрядцев. Это, конечно. Конечная качепость. Дальше идти некуда. Там еще что-то. Там только в яговисты уже. А я не знаю, почему старобрядцы так на нас, особенно на Геннадия Тихоновича, наседают? Да как так? Ну, как? Да что вы? Да что вы? Ай-яй-яй. Но из старобрядцев-то никого, чтобы ушли, кто-то послушает и их к нам перешинят. А от нас мы, старобрядцев, все и на нас наседают. То есть им дается это. Почему? Это какое-то вообще... Он их так... О них так отзывается хорошо. Никита, какие свои сестры? Да. Вот там, это вот читают. Шимко, Волков. Вот Силина. Да не просто Шимко, Волков, а целыми семьями. Там десятки детей уже. Настя, Настя, это, Дианова. Яковлевна. А вам? Зачем? Присаж сколько это? Я не надеюсь, что на нас это... Ну зачем? Не знаю, что им сделать еще. Заняться ничего. А здесь так, только если бы мы все бы сюда пришли, все равно бы не успокоились, по-моему. Еще правильно. Ну ладно, это так, к слову пришлось. Ахун, Знати Тихонычка. Ну все, что такое срочно, говорите, да и не задержите. Давайте, чтобы потом убить туда. Чтобы в пять отдохнулись за людей. Говорите с Татьюмой. Я благодарю всех за молитву моей дочери. Ей намного стало легче. Слава Богу. Помним, молимся. Помоги ей прийти к вере. Мама Валентина моя тоже всем передает поклон. Полегче? Да, от позвоночника этот хвостик там, это онкологическое вот это вот, то, что у нее в опухоли. И на позвоночник нету нагрузки. Боли прошли. Ну а теперь дальше готовят ее к химии, терапии. Помоги, Господи. Ну еще это, еще там будут, конечно, анализы опять и так далее. То есть все. Продолжайте. Поклон передавай. Еще у кого слово? Так, еще у кого слово есть? Игнар Тихонович, все исчерпали свои слова. Я к вам вопрос задам. Когда я лежал в больнице, в это время шли занятия в Алтайском государственном техническом университете. Ну и люди приходили, а там кто-то вел занятия, и они стали спрашивать, а кто будет везти? То есть другой везти они не стали ходить даже. Когда ты все это мне передал, и из больницы ты меня стал выводить. Там какая-то машина была, кто за мной приезжал. Я проводил занятия, после одежи там давали мою гражданскую. И потом обратно заводили. Ты это помнишь? Конечно. Так, я подумал, а нельзя ли с Володей так сделать, чтобы отпустили его на покаяние, там вот с кем-то переговорить? Привезти его и обратно отвезти в храм. Ну, режим карантины сняли, поэтому я думаю, что можно... А, нет, сегодня нельзя... Если только у него одежда еще какая-то есть. Одежда сегодня не выдается, потому что выходной день. Да может, из дома кому-то захочет. Я почему-то об этом думаю, и думаю уже второй день как-то. Хотел порадоваться. Ну, кто тогда... С братьями надо еще договориться, чтобы кто-то его... Так, вы помните, в нашей общине был один человек заочин. Подал заявление с мамой, Сергей Козлов, парализованный. Да, помним. Потеряю свою общину. И он умер перед смертью, но два раза опустился в эту бездну. Рулетка, щад. Я когда посмотрел, и почему-то не все еще понимая, как... Ну, как он говорил, думаю, кто-то заговорит, кто-то что-то. Я стал молиться об этом. Господи, талант, который Сергею ты дал, дай мне талант этот продлить. Ну, а теперь Сергей туда дошел уже, уже 40 дней прошло. Но пришлось многое менять. Я делаю так сейчас. Включаю и начинаю молиться. А там мы с Володей в бою сидели перед экраном. О, все так расшатываются. О, старики, хаттабы. А тут теперь так. Я просто беру учетки и молюсь. А звук выключаю. Там видно, арты разевают, а он нигде нету. Ну, вижу, я уже молюсь. Псалтырь крупный вот этот. Считаю один псалом. Через человек не уходит. Я тогда псалом оставляю. Сажусь. У вас вопросы есть? А теперь, думаю, это тоже маловато. Теперь достали мне Евангелие, четверо-эвангелие. Я считаю главу отсюда. Псалом из псалтыри. А человек не уходит. Я опять сажусь. И вот сегодня такой человек, который не ушел, а по времени уже 20 минут, допустим. Я тогда сажусь на стул и... Добрый день. Мусульманин. И мы больше часто с ним проговорили. Сейчас, в данный момент, ролик у меня закачивается. То есть в обед я его уже выставлю. Ну, нужно сказать, что молитва чья-то услышана. Чья-то, не знаю, Сергеева или... Ну, получилось так, чтобы внесли большую корректировку в это. Они просто сели и ждем, кто на нас. А теперь, даже мимо, которые мелькают, они слышат слова Евангелия. Они слышат слова псалтыри. Реакции совершенно разные у людей бывают. Мусульман там процентов 80. И вот я прошу об этом помолиться, чтобы зерна, которые сеем, они дали всход. Пусть даже не 30 крат, а может быть и меньше. Но это уже конкретно идет работа, свидетельство. Вот наши раздают Евангелие. А с кем поговоришь? А здесь я свободно могу говорить. Меня наказали они за то, что я показывал, как открытым оком Игнатий Лапкин. Ну, на другой счет перевели, то же самое. А оно на 25 стран. Можно включать какое-то. Включил Америка, Израиль, там, Арабы. А те же самые люди. Безобразия конца края нет. Открыто совокупляются голые. Показывают органы свои, что они показывают. Это все по уставу у них там. Нельзя делать, а они делают. И поэтому, если я один, кое-что пропускается. Я головой-то вниз. Мне прочитать надо. А в это время я не вижу, кто там. Нужно, чтобы второй сидел и видел. Если там безобразие, оно внезапно. Надо выключить. Я потом в администрации напишу, отрезать колец. И все остальное, все хорошо. Мы помолились, и Господь показал. Теперь, я думаю, в Америке, которая стоит там на парапете, или проповедует. Проповедник на улице. Мне пришлось сейчас этим заниматься. Я громко считаю. Иные зайдут, там, мусульмане, кто-то несколько минут и уходят. Опять несколько минут, они как будто в храм заглядывают и уходят. Помолитесь об этом, чтобы это все было в Божьей руке. А вали Господи. Результат есть. Человек 10 выше на меня, которые теперь даже... Они говорят, ох, Инатия Тихановича, как вы здесь вот тут? Я давно вас искал. То есть, святого, который другие знали, а другие лично встречались, и там встретились эти люди. Занятия-то будут? Обязательно. Да, время немного. Сейчас трапеза и занятия. Присопение, трапеза. Ну, занятия на час, наверное. В интернете будет занятия? В интернете не будет занятия. Да почему? Сразу сейчас позавтра. В интернете сегодня не будет. Час. Ну да, час. В интернете сегодня не будем тогда заниматься? В интернете, да, там писано в виде, что не будет воскресенья, не будет среду. потому что у нас в шесть часов было всегда там начало в пять нет, я говорю в шесть часов про канон уже говорили во сколько сегодня Андрея Критского великий покоянный канон Андрея Критского шести часов читается для работающих читаться будет он приблизительно час поэтому сами распределяйте свои силы в начале там идут в начале там псалмы идут минут десять а потом начинается канон в какие дни? канон где-то полчаса и минут 15 в понедельник, вторник, среда четверть и так, сегодня в пять же, да, сказал батюшка? а сегодня в пять начнется ну а там кто? ну он сказал, в шести подходите в шести, да все в правый предел остановитесь как всегда, идут братья, потом сестры завершаем Господи, есть якова истину блажите Тебя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и слонейшую без ранения серафим безыстрения Бога слово родшую сущую Богородицу Тя величаем Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников от внутренних распред беззакония которые встанет, останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей, не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественной любовь Тебя коснулась каждого сердца священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии прости нас, Господи, Владыка жизни что сокрыли имя Твое Бог Иегова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Алва Отче Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Господи, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед прессовом благодати Твоей, Господи Мы умоляем Тебя, Владыка соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящихся к Тебе на небе и на земле всемогущий Создатель услыши молитву всех кто молится о нас во благо нам и исполни ее и прими, дивный наш Создатель нашу молитву о всех заповедующих нам молиться о них спаси их и помилуй и помоги нам простить всех и чтобы все простили нас Тебе, Господи, хвала и слава за всеотечественный Святой Дух Аминь Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой Слава Тебе, Христе Боже Многое лето Ему в здравии души и тела и в возрастании Господи Иисусе Христе во всей жизни Его Многое лето 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 Субтитры создавал DimaTorzok